Посторонним вход в лагерь запрещен только с разрешения охранника. Как соблюдается это правило, выясняет Алексей Дюмин. В лагерь «Березка» он приехал проверить безопасность. Сразу выясняется, на посту нет стационарного телефона, только мобильный. А на задних воротах еще вчера не хватало нескольких прутьев. Теперь о недавнем нарушении напоминают только следы сварки. В ночное время мы нашли возможность доставить сварочный аппарат, устранить дырку в заборе, которая у вас уже в течение месяца. Эти мероприятия надо делать в начале подготовительного сезона, а не когда приезжать с помощью обязательства к губернатору. Проверить все детские оздоровительные лагеря главам регионов поручил президент в связи с трагедией в Карелии. За безопасность отвечают все сотрудники – от директора лагеря до врача или повара. В столовой обстоятельно рассказывают, что едят ребята на завтрак, обед или ужин. Претензии к пищеблоку со стороны Роспотребнадзора были, но проблему решили. Перед открытием лагеря план задания контролируется. Конкретно по пищеблоку здесь были замечания по набору столовой посуды, давалось предписание ремонта, сделать косметический. Ну, в общем-то, все выполнено, все на контроле. Уже в медблоке глава региона интересуется, все ли лекарства есть. Медики отвечают – противошоковые, кровиостанавливающие, жаропонижающие – все на месте. Рассказывают, серьезных травм у детей не было, чаще всего приходится лечить царапины и ссадины. Смена в лагере профильная, отдыхают и тренируются спортсмены – гимнастки, футболисты, борцы. Как раз в это время самбисты отрабатывают броски. 11-летний Денис Шишкин – сын двукратного чемпиона мира и сам неоднократно побеждал на всероссийских турнирах. По словам тренера, за смену большинство ребят улучшили спортивные показатели. В беге на 3 километра стали быстрее на 2-3 минуты, да и подтягиваться стали больше. Разве это не показатель хорошего отдыха? Алексей Дюмин согласен – поручение президента в лагере выполняется, но контроль должен быть постоянным. Лучше перепровериться, лучше перестраховаться, но это наши сами дети. Поэтому я вас всех призываю еще к контролю, 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 к постоянному контролю, потому что это самое дорогое, что для нас есть. Мы себе, если что-то произойдет, мы себе никогда этого не простим. Поэтому мы должны здесь быть предельно внимательны, мелочей в отношении детей у нас быть не должно. За лето в лагере «Березка» планируют принять 380 ребят. Всего в этом году в оздоровительных учреждениях Тульской области отдохнут 97 тысяч детей. Работают 9 санаториев и 17 загородных лагерей. Еще до начала смен каждый проверил Роспотребнадзор. Да и большее внимание пищеблокам и антитеррористической защищенности. У всех лагерей должно быть ограждение по периметру и система вызова полиции. В лагере «Березка» обещают – по всем замечаниям проведут работу. Любовь Законкова, Алексей Чичвадзе, Первый Тульский.